Покорность грустной участи своей Вздрогните, немые уста, Ответьте поцелуем на поцелуй. Божественный глагол коснулся Чуткого слуха поэта. Трепещи, суетный свет, Звенит святая лира. Теперь и пустынные волны, И широкошутные дубровы, И звон, сотканный сонмом жизни, Шумом рек и водопадов, Шумом диким и созвучным, Как в горах раскаты грома, И сотен стихов льётся в сказках и легендах. Если спросите, откуда эти сказки и легенды, С их лесным благоуханием, Влажной свежестью долины, Голубым дымком вигвамов, Шумом рек и водопадов, Шумом диким и созвучным, Как в горах раскаты грома, Я скажу вам, я отвечу, От лесов равнин пустынных, От озёр страны полночной, Из страны аджигуэев, Из страны дакотов диких, С горы тундр, С болотных топий, Где среди осоки бродит Цапля сизая, шук-шукга, Повторяю эти сказки, Эти старые предания, По напевам сладкозвучным Музыканта на водане. Если спросите, что это за строчки, Какой такой Фенимор Купер запел в русских стихах, Ответом будет имя классика американской литературы Генри Вотсворта Лангфелла. Если поинтересуетесь, какой такой космополит, Сказитель Баян, заиграл на гуслях, Проникшись прелестями североамериканских штатов, К удивлению своему, по новой откроете для себя Имя классика отечественной литературы Ивана Алексеевича Бунина. Если спросите, где слышал, Где нашел их на водага, Я скажу вам, я отвечу, В гнездах певчих птиц, По рощам, на прудах, В норах бобровых, на лугах, В следах бизонов, На скалах, в орлиных гнездах. Эти песни раздавались На болотах и на топях, В тундрах севера печальных, Читавейк, зуёк, тампелых, Манк, нырок, гусь дикий, вава, Цапля, сизая, шух-шухга И глухарка, мушкодаза. Цивилизации разобщены эпохами и материками, Как проклятием пространств и времён. Власти и пророки вершат их судьбы, Языки естественными преградами Разделяют государства и народы, Столь отличные построю мышления по менталитету. И хотя бы в словах-то людских Не так уж всё было избито. Иван Бунин Язык ведёт нас по колее, проложенной предками, И мы думаем, соблюдая стиль и жест, Укоренённые в архетипах сознания. Наша речь – игра, Мы более умалчиваем, чем выговариваем, И умудряемся быть разобщёнными даже в своём языке. Поэт – спасительный мост над пропастью непонимания, Единственная возможность вести речь Поверх границы барьеров. Один поэт слышит другого В безвестном сонме мудрых и творящих За тысячи километров и миллионы часов Поверх империи народов, государств и языков. Читал я в детстве мало, И не скажу, чтобы уж так жаждал книг, Но, вероятно, прочитал почти всё, Что было у нас в доме, И что ещё не пошло на цыгарки Тем приживальщикам, Прежним слугам, друзьям отца, Что иногда гостили у нас, И до сих пор ещё помню, Как читал я английских поэтов Гербеля, Робинзона, Затасканный том живописного обозрения, Кажется, за 1878 год, Чу-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди». Суть того чувства, Что вызывали во мне эти книги, И до сих пор жива во мне, Но её трудно выразить, Главное заключалось в том, Что я видел то, что читал, Впоследствии даже слишком остро, И это давало какое-то особое наслаждение. В гимназии много из того, Что обычно читается в такие годы, Мне совсем не нравилось. Из того, что произвело на меня В первые гимназические годы Особенно поэтическое и восторженное впечатление, Вспоминается сейчас колокол Андерсона. Из стихов в гимназии я почти не писал, Хотя до чужих был жаден И отличался способностью Запоминать наизусть Чуть не целую страницу даже гегзаметра, Только раз пробежав её. Память у меня вообще хорошая, То, что интересует, запоминаю крепко, Но насилие не терпит. Убедился в этом ещё в ранней молодости, Когда по гоголевской манере Пытался упражняться в наблюдательности. Иван Бунин. Автобиографическая заметка. Огни небес Огни небес, тот серебристый свет, Что мы зовём мерцанием звёзд небесных, Порою только неугасший свет Уже давно померкнувших планет, Светил давно забытых и безвестных. Та красота, что мир стремит вперёд, Есть тоже след былого. Без возврата сгорим и мы, Свершая в свой черёд обычный путь, Но долго не умрёт жизнь, Что горела в нас когда-то. И много в мире избранных, Чей свет теперь ещё незримый Для незрящих Дойдёт к земле через много-много лет. В безвестном сонме мудрых и творящих, Кто знает их? Быть может, лишь поэт. 1903-1904 Хосе Артега и Гассет, Испанский философ, космополит, Один из сонно-мудрящих и творящих, В споре с коллегами по коллежде Франц Привёл на первый взгляд Необычную формулировку Уравнение языка. Вот она. Мы никогда не поймём Такого поразительного явления, Как язык, Если сначала не согласимся с тем, Что речь в основном состоит из умолчаний. Существо, не способное отречься В разговоре от очень многого, Не смогло бы говорить. И каждый язык — Это особое уравнение между тем, Что сообщается, И тем, что умалчивается. Каждый народ умалчивает одно, Чтобы суметь сказать другое. Ибо всё сказать невозможно. Вот почему переводить так сложно. Речь идёт о том, Чтобы на определённом языке Суметь сказать то, Что этот язык склонен умалчивать. Но вместе с тем мы начинаем понимать, Что переводу прекрасно удается Раскрывать секреты других эпох и народов, Которые они хранят в своей враждебной разобщённости. Короче, он смело объединяет человечество, Ибо, по словам Гёте, Только в общности всех людей Осуществляется полнота жизни человечества. Хосе Артега и Гассет Нищета и блеск перевода Если б дальше вы спросили, Кто же этот Наводага? Расскажи про Наводагу. Я тотчас бы вам ответил На вопрос с такую речью. Средь долины Тавазента, В тишине лугов зелёных, У из лучистых потоков Жил когда-то Наводага. Вкруг индейского селенья Расстилались нивы, долы, А вдали стояли сосны, Бор стоял зелёный летом, Белый в зимние морозы, Полный вздохов, полный песен. Те весёлые потоки Были видны на долине, По разливам их весною, По ольхам с ребристым летом, По туману в день осенний, По руслу зимой холодной. Возле них жил Наводага, Средь долины Тавазента, В тишине лугов зелёных. Там он пел о Гаевате, Пел мне песни о Гаевате, О его рожденье дивном, О его великой жизни, Как постился и молился, Как трудился Гаевата, Чтоб народ его был счастлив, Чтоб он шёл к добру и правде. Генри Лангфелло родился в 1807 году, Умер в 1882. Если вспомнить другого Американского романтика, Эдгара Алла-Напо, Его жизнь укладывается Внутри этих дат 1809-1849 годы. Никто из литературных Современников не знал Такой прижизненной славы, Как Лангфелло. В этом отношении Соперничать с заокеанским поэтом Мог разве что Виктор Гюго. Но тот писал, что называется, На злобу дня. Его стихи рисковали остаться детьми, Своего времени. Привередливые эпохи И чужеземные материки, Казалось, будут к ним глухи. Исключительно редко Гальский гений Позволял себе быть Отстранённо лиричным. Так чувствуешь в душах И грязь и красу, Как видишь в прудах, Что уснули в лесу, И синее небо С разводами туч, На шёлковой рябе Играющей луч, И тину во браке Угрюмого дна, Где чёрным чудовищем Воле дана. Перевод Олега Кустова Иное дело песни о Гаевате Или перелётные птицы. Таким видится критику Век девятнадцатый, Железный, В конце века двадцатого. Тут нет ничего случайного И приходящего. Тут царствует нетленная красота, Высокая гармония, Осуществлённые художественной истины. Поэзию Гюго Сравнивали с зарифмованным Фимьетонным Однодневкой. Стихотворения Лангфелла Воспринимались трепетно, Словно они были высечены Резцом по мрамору. Предполагалось, Что любой его строке Гарантировано бессмертие. Так думали в ту пору американцы, Так смотрели на Лангфелла И в Европе. Мало кем в середине Прошлого века Американская литература Принималась всерьёз, Но Лангфелла Был исключением. Одних русских переложений Знаменитого псалма жизни К 1900 году, Когда появился Классический перевод Бунина, Насчитывалось более десяти. В Германии, во Франции Картина была точно такой же, И даже в Китае Изящные веера Украшали строками из Лангфелла. Зверев эти сказки И легенды С их лесным благоуханьем. Вы, кто любите природу, Сумрак леса, Шёпот листьев В блеске солнечном долины, Бурный ливень И метели, И стремительные реки В неприступных дебрях бора И в горах раскаты грома, Что, как хлопанье Орлиных тяжких крыльев, Раздаются. Вам принёс я эти саги, Эту песнь о Гаевате. Вы, кто любите Легенды и народные баллады, Этот голос дней минувших, Голос прошлого, Манящий к молчаливому раздумью, Говорящий так по-детски, Что едва уловит ухо Песня эта или сказка, Вам, из диких стран, Принёс я Эту песнь о Гаевате. Вы, В чём юном, чистом сердце Сохранилась вера в Бога, Вы, скру Божью в человеке, Вы, кто помните, Что вечно человеческое сердце Знало горести, Сомненья И порывы к светлой правде, Что в глубоком мраке жизни Нас ведёт и укрепляет Провидение незримо, Вам бесхитростно пою я Эту песнь о Гаевате. Вы, Которые, блуждая По околицам зелёным, Где, склонившись на ограду, Посидевшую от моха, Барбарис висит краснея, Забываетесь порою На запущенном погосте И читаете в раздумге На могильном камне надпись Неумелую, простую, Но исполненную скорби И любви И чистой веры. Прочитайте эти руны, Эту песнь о Гаевате. Из автобиографической заметки 10 апреля 1915 года Зато необыкновенно много Исписал я бумаги И прочёл за те четыре года, Что прожил после гимназии В Елецкой деревне Озерках В имении, Перешедшим к нам От умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, Сразу возмужал, развился, Исполнился радостного ощущения Всё растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года Выслали к нам брата Юлия, Уже кончившего университет И пробывшего год в тюрьме По политическим делам. И он прошёл со мной Весь гимназический курс, Занимался со мной языками, Читал мне начатки психологии, Философии, Общественных и естественных наук. Кроме того, Мы без конца вели с ним Разговоры о литературе. И помню, что в ту пору Мне всё казалось очаровательно. И люди, и природа, И старинный с цветными окнами Дом бабки, И соседние усадьбы, И охота, и книги, Один вид которых давал мне Почти физическое наслаждение. И каждый цвет, Каждый запах. Конец цитаты. Иван Бунин начал переводить поэму, Когда ему было 26 лет. Затем многие годы Совершенствовал стих, Чтобы, доведя возможности языка До предела понимания, Перевод высвечивал манеру Говорить свойственную Переводимому автору. Артега Игаса. Простота строки Лангфелла, Как и всё, Чему открыто будущее, Наиболее сложна для перевода. Отсутствие рифмы Предъявляет самые высокие требования К поэтическому языку. Мастерство переводчика Предполагает силу воли, Чтобы отказаться от соблазна обработки И доработки текста На свой лад, И строчку за строчкой Воссоздавать услышанное, Будто бы в другой жизни, В своей культурной И языковой среде. Читаем в диалектике мифа У Алексея Фёдоровича Лосева Нельзя сказать, Что сущность поэзии Заключается в изображении прекрасного Или одухотворённого. То есть нельзя сказать, Что сущность поэзии Заключается в тех или других Особенностях её предмета. Когда мы говорим, Употребляя некритические понятия, Что поэзия изображает прекрасное, То это вовсе не значит, Что предмет её действительно прекрасен. Всем известно, Что предмет её может быть И безобразен, Или мёртв. Стало быть, поэтичен Не самый предмет, Которому направлена поэзия, Но способ его изображения. То есть, в конце концов, Способ его понимания. Алексей Фёдорович Лосев Диалектика мифа Печатью инобытия Поэтического понимания Отмечен бунинский перевод. Аккорды прекрасного и вечного Бесконечно варьируются и звучат, Как если бы они от века Звучали на Божьем свете. В 1903 году его труд был удостоен Пушкинской премии Академии наук. На четвёртый день до ночи Он лежал в изнеможенье На листве в своём вегвале. В полусне над ним роились грёзы, Смутные видения. Вдалеке вода сверкала, Зыбким золотом, И плавно всё кружилось и горело В пышном зареве заката. И увидел он, Подходит в полусумраке пурпурном, В пышном зареве заката, Стройный юноша к вегваму. Голова его в блестящих, Развивающихся перьях, Кудри мягкие, золотистые, А наряд зелёно-жёлтый. У дверей, остановившись долго, С жалостью, с участием, Он смотрел на Гаевату, На лицо его худое, И, как в вздохе шавандази В чаще леса, Прозвучала речь его. О, Гаевата, Голос твой услышан в небе, Потому что ты молился Не о ловкости в охоте, Не о славе и победах, Но о счастье, О благе всех племён И всех народов. Для тебя, владыкой жизни, Послан друг людей, Мондамин. Послан он тебе поведать, Что в борьбе, в труде, в терпенье Ты получишь всё, что просишь. Встань с ветвей зелёных листьев, Встань с Мондамином бороться. Миф, предание. Конечно же, миф. Ведь мир поэта, Тот самый мир, Который не требует Социальных преобразований. Нет, он не оторван от действительности. Что есть действительность, Кроме того, что мыслим о ней, Кроме того, что остаётся в песнях? Сказка, миф, Как и вся человеческая история и культура, Сколь наукообразная, Её не излагай. За диалектику мифа Мифотворцы новейшего времени Отправили Алексея Фёдоровича Лосева На строительство Беломорско-Балтийского канала. Проверить историю экспериментом, Как это привыкли делать Естествоиспытатели, Невозможно. И надо ли? Последствия неверия В исторический и культурный опыт Обходятся слишком дорого, Особенно в новейшее время. Мифом только и жив человек. Именно с ним душа исполнена чувства. Кто в детстве не верил сказкам, Кто в юности не верил в любовь, Кто в старости не верил в вечную жизнь. Да был ли жив он? Писал я в отрочестве сперва легко, Так как подражал то одному, то другому, Больше всего Лермонтову, Отчасти Пушкину, Которому подражал даже в почерке. Потом, в силу потребности Высказать уже кое-что своё, Чаще всего любовное, Труднее. Читал я тогда, что попало. И старые, и новые журналы, И Лермонтова, и Жуковского, И Шиллера, и Веневитинова, И Тургенева, и Маколия, И Шекспира, и Белинского. Потом пришла настоящая любовь к Пушкину. Но наряду с этим увлечение, Хотя и недолгое, Надсоном, Чему, впрочем, Много способствовала его смерть. Вообще, о писателях я с детства, Да и впоследствии, Довольно долго мыслил, Как о существах высшего порядка. Помню, как поразил меня Рассказ моего воспитателя о Гоголе. Он однажды видел его. Вскоре после того, Как я впервые прочёл страшную месть, Самый ритм которой Всегда волновал меня необыкновенно. Самому, мне кажется, И в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, Благо, Лермонтовская, Кропотова, Было в двадцати пяти верстах от нас. Да и вообще, Чуть не все большие писатели Родились поблизости. И не от самомнения, А просто в силу какого-то ощущения, Что иначе и быть не может. Но это не исключало Страстного интереса вообще к писателям, Даже к таким, Каким был, например, Некто Назаров. Озерский кабачик Как-то сказал мне, Что в Ельце появился автор. И я тотчас же поехал в Елец И с восторгом познакомился В базарном трактире С этим Назаровым. Самоучкой, Стихотворцем из Мещан. Из новых писателей Мне очень нравился тогда Гаршин, Самоубийство которого ужасно поразило меня. Нравился и Эртель, Хотя я и тогда чувствовал Его литературность, Непростоту, Копировку Тургенева, Даже эту неприятную изысканность, Знаков припинания, Обилие многоточий. В Чехове Его юмористических рассказов Я тогда не знал. Тоже кое-что задевало меня. То, что он писал бегло, Жидко. Иван Бумен Автобиографическая заметка Призраки Нет, Мёртвые Не умерли для нас. Есть старое шотландское предание, Что тени их, незримые для глаз, В полночный час к нам ходят на свиданье, Что пыльных арф, Висящих на стенах, Таинственно касаются их руки И пробуждают в дремлющих струнах Печальные и сладостные звуки. Мы сказками предания зовём, Мы глухи днём, Мы дня не понимаем, Но в сумраке мы сказками живём И в тишине доверчиво обнимаем. Мы в призраки не верим, Но и нас томит любовь, Томит тоска разлуки. Я им внимал, Я слышал их не раз, Те грустные и сладостные звуки. 1903-1905 Работая над поэмой, Лангфелло использовал записи Известного этнографа Скулкрафта, Который много лет провёл среди оджибуэев. Вместе с тем, поэт не стремился К житейской достоверности, Для мифа она безразлична. И поэтическое, и мифическое бытие Из бытие непосредственное, Невыводное. Образы в поэзии и мифологии Не нуждаются ни в какой логической системе, Ни в какой науке, философии Или вообще теории. Он наглядно и непосредственно виден. Выражение дано тут в живых ликах и лицах. И надо только смотреть и видеть, Чтобы понимать. Алексей Фёдорович Влосев Диалектика мифа Откройте глаза, К знакомым мелодиям уха готовьте. Поэт поведает о любви, Несчастной и великодушной, О дружбе, верной и бессмертной, О чувствах вечных, Что дымящейся кровью из горла. Для них художник находит краски, Музыкант звуки, поэт слова. И надо только смотреть и видеть, Чтобы помнить и понимать. Поэзия, как и вообще искусство, Обладает характером отрешённости В том смысле, что она возбуждает эмоции Не к вещам, как таковым, А к их определённому смыслу и оформлению. Алексей Фёдорович Влосев Лёгкий сумрак и лучистое мерцание Ни высокой зелёной звезды, Ни подвижной, ни мой. А потом ты проводила меня до калитки, И я сказал, Если есть будущая жизнь, И мы встретимся в ней, Я стану там на колени И поцелую твои ноги за всё, Что ты дала мне на земле. Иван Бунин. Поздний час. Посмотри, как быстро в жизни Всё забвенье поглощает. Блекнут славные преданья, Блекнут подвиги героев, Гибнут знания и искусства Мудрых мидов и вебинов, Гибнут дивные виденья, Грёзы вещих джосакидов. Память о великих людях Умирает вместе с ними. Мудрость наших дней исчезнет, Не достигнет до потомства К поколениям, что сокрыты В тьме таинственной, великой Дней безгласных и дней грядущих. На гробницах наших предков Нет ни знаков, ни рисунков. Кто в могилах, мы не знаем, Знаем только наши предки. Но какой их род и племя, Но какой их древний тотем, Бобр, орёл, медведь, не знаем, Знаем только это предки. При свидании, с глазу на глаз, Мы ведём свои беседы, Но расставшись, мы вверяем Наши тайны тем, которых Посылаем мы друг другу, А посланники нередко Искажают наши вести Иль другим их открывают. Так сказал себе однажды Гаевато, Размышляя о родном своём народе И бродя в лесу пустынном. Из мешка он вынул краски, Всех цветов он вынул краски, И на гладкой набересте Много сделал тайных знаков, Дивных и фигур, и знаков. Все они изображали Наши мысли, Наши речи. В предисловии к переводу Песни о Гаевате Иван Алексеевич Гунин Отмечал редкую красоту Художественных образов и картин В связи с высоким поэтическим И гуманным настроением поэмы. Лангфелло всю жизнь Посвятил служению Возвышенному и прекрасному. Лангфелло, бостонский затворник, Переводил божественную комедию Олигьери и писал Лирические песни В разгар гражданской войны. Будни профессора Гарвардского университета Были преисполнены Никому не слышной музыкой Удивительных аккордов Мифотворчества его души. Генри Вотсфорд-Флангфелло Созидал свою историю и себя В безвестном сонме Мудрых и творящих. Прекрасному и вечному Не за страх, а за совесть Служим Иван Алексеевич Гунин. В январе 1895 года, бросив службу, Я впервые попал в Петербург. Видел некоторых писателей Михайловского, Хривенко, Которые отнесся ко мне С истинно-отеческой нежностью. В этом же году я познакомился В Москве с Чеховым, С Бальмонтом, Сертелем, С Брюссовым, Тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Каневского и Добролюбова. Они произвели на меня Впечатление больных мальчиков С полным сумбуром в голове И в душе, Благодаря и болезненности своей, И кое-чему прочитанному. Видел я и некоего поэта, Славившегося тогда по Москве Своей книжкой, Посвященной самому себе И египетской царице Клеопатре, И тем, что он ходил, Как говорили, в папахе, в бурке, В нижнем белье, Привязывал себе к пальцам когти И производил перевороты В стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других Брусил все эти дерзания И переоценки ценностей И, увы, не попал в историю Новой русской литературы, Хотя именно ему Долго приписывали многие все эти «Закрой свои бледные ноги» И тому подобное. Иван Бунин Автобиографическая заметка Степи Николаю Дмитриевичу Телешову Вчера в степи я слышал Отдалённый крик журавлей, И дико и легко он прозвенел Над тихими полями. Путь добрый! Им не жаль нас покидать И новая цветущая природа, И новая весна их ожидает За синими, за тёплыми морями. А к нам идёт угрюмая зима. Засохла степь, Лес глохнет и желтеет, Осенний ветер тучи нагоняя Открыл в кустах звериные лозы. Листвой засыпал дулы и овраги, И по ночам в их чёрной темноте Под шум деревьев Свечками мерцают, Таинственно блуждая Волчьи очи. Да, Край родной не радует теперь. И всё-таки, Кочующие птицы, Не пробуждает зависти во мне Ваш звонкий крик И гордый, и свободный. Здесь грустно, Ждём мы сумрачные поры, Когда в степи седой туман ночует, Когда во мгле рассвет Ева белеет, И лишь бугры чернеют Сквозь туман. «Должна ли наша страна Стать страной песни?» – напрошал восемнадцатилетний Лангфелл. «Будет ли она когда-нибудь Вызывать романтические ассоциации? Станет ли поэзия И на нашей земле Дышать тем очарованием, Которым дышит на островах Греции?» Как благородно, Как мифично Этому и посвятил свою музу Иван Алексеевич Бумен. «Люди вечно одержимы Тоской и безумия маниями, Страдая от всех тех недугов, Которые Гиппократ назвал божественными». А сэр Тега и Гассет Полагал утопичным всё, Что не делает человек. «Ибо человеческие дела Неосуществимы, Удел, привилегий и честь Человека тщетно стремится К задуманному, Олицетворяя собой чистый порыв И живую утопию. Он неизменно идёт к поражению, Ещё до битвы получая пулю в висок». А сэр Тега и Гассет Не считая близк перевода. «Но я люблю кочующие птицы, Родные степи, Бедные селенья, Моя отчизна. Я вернулся к ней, Усталый от скитаний одиноких, И понял красоту в её печали И счастье в печальной красоте. Бывают дни, Повеет тёплым ветром, Проглянет солнце ярко озаряя, И лесостепи старую усадьбу, Пригреет листья, влажные в лесу. Глядишь, и всё опять повеселело. Как хорошо кочующие птицы Тогда у нас! Как весело и грустно В пустом лесу Меж чёрными ветвями, Меж золотыми листьями берёз Синеет наше ласковое небо! Я в эти дни люблю бродить, Вдыхая осенников, Повлекших аромат, И слушая дроздов пролётных крики, Люблю уйти один на дальний хутор, Смотреть, как озимь мягко зеленеет, Как бархатом блестят на солнце пашни. А вдалеке, на жнивьях золотых, Стоит туман прозрачный и лазурный. Моя весна тогда зовёт меня, Мечты любви и юности далёкой, Когда я вас, кочующие птицы, С такую грустью к югу провожал. Ивану Алексеевичу Бунину, Подобно перелётным птицам, Суждено было покинуть родные места. Но разве усилия, потраченные на то, Чтобы и Россия стала страной песни, Ушли никуда? Только это и осталось. Восемнадцать лет он сказал всё о своей жизни, О 75-летнем юбилее, Который, в отличие от юбилея Лангфелла, Не сделался национальным торжеством. Но что ж, Покорность грустной участи своей. Итак, 1889 год, Ивану Бунину 18 лет, Он сын обедневшего помещика, Слово «поэт» ещё иронически берётся в кавычки. Мне вспоминается былое счастье, Былое дни. Но мне не жаль былого. Я не грущу, как прежде, о былом. Оно живёт в моём безмолвном сердце, А мир везде исполнен красоты. Мне в нём теперь всё дорого и близко, И блеск весны за синими морями, И северные скудные поля, И даже то, что уж совсем не может Вас утешать, кочующие птицы, Покорность грустной участи своей. 1889 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok